всем привет вы на канале condition play и сегодня мы поиграем have a nice death приятной смерти играть мы будем похоже за смерть кофеечек пьет офис давайте попробуем welcome to have a nice death ну в общем это ранний доступ ранний доступ давайте посмотрим настройки синхронизации даже есть русский язык очень хорошо так ну да в принципе все как как бы так и бывает короче по ходу смерть задолбалась всех убить косить и видимо решила отдохнуть она себе делала слуг и они тупо ходили и собирали души лень двигатель прогресса но похоже со временем силы силы смерти становились все меньше и меньше а слуги становились все сильнее а теперь вовсе стало скучно лучше эээээээээээээээээээん эээээээээээээээээээээээээээээ either анти improves Продолжение следует... Слишком долго загружается. И так, и так, что у нас есть? У нас есть книжка. О-о-о. Нет, не надо ничего сочинять. Есть проверенное время и инструкция. Нужно всего лишь... О, да это же наш директор. Вы как раз вовремя. У нас тут творится настоящий ад. Бред решил пускать всех подряд без проверок. Все до последнего отдела страшно перегружены. Да и я тоже. Будьте добры, поговорите с корбями. Это ведь они постарались. С возвращением, господин директор. Приятной вам смерти. Хе-хе. Ну да. Короче. Смерть превратилась из... Смерти в обычную... В обычного офисного клерка. Ну, директора. Ну, не клерка, да. Не спорю. Так, Грета. О, здрасте, босс. Ну что, пора навести у нас смерть и порядок. Тогда давайте без травм на старте. Сдыхать. Небольшая разминочка. Я не слышу хрусток костей. Белой, правой. Так, ну. Че, че, те надо? Че показать? О, можно двигаться. Так, покажите мне, как развивается ваш плащ. Левой, правой. Нажмите Space. Ну вот. Да вот, чуть-чуть те надо. Подожди. Ты хочешь, чтобы я прыгнул? А, отлично, босс. А теперь ускоримся, босс. Поживее левой, правой. Жмите левый. Угу. Так, ну. Какая была раньше, могущественная. Со временем усохла. Лично я собираюсь сделать присед с выпрыгиванием. А ваша цель, легкость 3.0. Да, бой, босс? А, я так понимаю, это вот сюда? О, ничего себе. Все-таки по лифта. Это же так просто. Надо же быть таким ледимым. Про себя. Так, ага. Знакомься, это клод по прозвищу Шарик. Он... Че, че так быстро-то все? Че не надо сделать-таки? Эй, Шарик, помнишь начальника? Он тут прямо перед тобой. Босс, помогите потолкнуть его маленько. Че, его надо толкнуть? И еще разок, босс. К счастью, Шарик не чувствует боли. Надо его, короче, отмудохать. Хорошенько. И он будет танцевать диско. Диско, диско. А, или подожди, его толкнуть. Нет. Ну все, хорош. Так. Молодцов, босс. Чтобы преодолеть это препятствие, просто нажмите S плюс space. Мягко и уверенно. Спуск, чтобы спустить, но нажмите S плюс space. Вот так. Ну, прям физкульт, привет. Давайте, бейте по камню, забирайте оружие. Плащу ведь тоже надо размяться. Так, ага, вот. Нам дадут молоток. Молотком можно херачить нахило. Только как его выбрать? А, во, на правую клавишу мыши. Ваш многолеки про... Да ты что ты так быстро-то убегаешь? Осторожно, босс, у нас в зала смерть. Сотрудникам палец вот не клади. Бутиночку, попробуйте сочетать левую и правую клавиши мыши. Ого, ого. Ага, ничего себе, вот это да. Как только шкала ярости заполнится, дайте себе волю. Зажмите Q, а потом нажмите левую и правую. Так, что там со шкалой ярости? Где она вообще? Это вот это что ли? Ладно, это непростой комбо, зажать Q, а потом еще раз. Еще нажать левую и правую. Стоп, надо зажать. Ага. Вот это сила. Так, что-то он еще даст. А, черепушки. Короче, основная валюта зала смерти, эссенция. Короче, нам дали 10 штучек, на них мы, похоже, будем что-то покупать. Похоже, какой-то апгрейд. Ну и видок у вас, босс. Вы ранены, да набирайте форму, дело непростое. Чтобы восстановиться, нажмите E. Каким образом? А. Анима разуме целит все раны. Без запаса здоровья она не вернет, но все равно очень даже неплохо. Правда, и себе можно держать не больше трех. Ага, ясно. Короче, это зелье. Отлично, босс, вы заметно подтянулись. Молодцом. Но не будем забывать, что пока, что вам противостояли мои друзья. Они дали вам большую фору, потому что они мне все должны кофеем. А дальше все будет по-настоящему. Будьте начеку. Ага. Ага, очень хорошо. Слава небесам, в следующий раз обучение можно пропустить. Конечно. Ага, покажите им всем, босс. Так, ну ладно, обучение мы прошли. Так, что-то можно ломать. О. Короче, вся офисная тематика. Бумажные самолётики. Офисные леди. Так, а это, я так понимаю, шипы. Руки в виде шипу. Опа. А, это у нас чё-то, 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 что-то происходит. Что это такое? А это что? А, это хп восстанавливает. Ух ты. Он, короче, за стены сам зацепляется. Или нет? Вот это чё такое? Это нужно вам. А, это даёт черепки. Так, вот этот типок. Да, я так и думал он. Так-то. Так, немножечко подлечились. Но, надо вот этого взрывяка как-то... Ах ты. Он, короче, атаку сбивает. Короче, тут есть книжечка. А, что-то типа... Как-то он уже называется. Со всеми... Призрак-босс. Все международные компании делятся на отделы, внутри которых выстроена определённая иерархия. У призраков, как и у прочих сотрудников ЗАО Смерть, тоже есть начальство. Их называют просто призраками-боссами. Главное качество этих управленцев – склонность прибегать к насилию и рубить с плеча. Ну да. Так. Пиро-призрак. Большинство призраков не способны выразить никаких иных эмоций, кроме скуки и равнодушия. Ну, в принципе, как обычный гляд. Но из всякого правила есть исключения. Так, повторив одно и то же действие несколько сотен раз, призрак может начать раздражаться. Такой призрак приобретает желтоватую ауру, а его усталую физиономию окутывает пламенный ореол. Всякому, кто хоть сколько-то понимает в магии, ясно, что это нехорошо. Летучая книга. Папки, таблицы, схемы с фотографиями руководства, древние тома. Увы, всё это подвержено печальному процессу, который Патрик метко нарёк ужасающим проклятием, обиженной документацией или просто упор. Если в какой-либо документ слишком долго не заглядывать, он оживёт и отправится мстить отбитчикам. Так, вон, ещё призрак есть. Призраки занимают низшее положение в корпоративной иерархии зао-смерть. Их обычно с усмешкой называют мёртвыми душами. Что примечательно, призраки, а также их коллеги созданы лично скорбями, не связаны зао-смерть трудовым договором. В таком случае, спросите вы, что они вообще здесь делают. Разумеется, раздувают штат. Так, сотрудники. Патрик. Патрик, администратор. При жизни Патрик Бандес стал жертвой бессердечного розыгрыша. Кто-то из коллег ради шутки стащил у бедняги очки. И Патрик со сослепу сжёг своё любимое блюдо, когда пошёл разогревать его столовки. Он не забыл проткнуть фольгу вилкой, но случайно положил контейнер не в микроволновку, а в ядерный реактор. Ну да, действительно. Микроволновка ядерного реактора. Так, коса. Коса следует за господином смертью, куда бы тот ни пошёл. Они принципиально неразлучны. Коса представляет собой физическое воплощение в власти смерти и служит только ему одному. Против этого легендарного оружия не устоит ни времени, ни пространства, ни силы природы. Говорят, стоит хозяину щёлкнуть костлявыми костяными пальцами, коса послужно испустит облако ядовитого газом, призовёт молнию и даже создаст из ниоткуда чашечку кофейка сорта копиллак. Ну, как бы без кофейка в наше время. Смерть всегда был и будет главным готом этого и всех прочих миров. Везде и всюду он появляется в скверном расположении духа и в длинном чёрном плаще с капюшоном. И даже не думайте, что его можно принять за монаха. Где это вы видели монахов с косой на плече? Благодаря плащу смерти, плащу смерть может принять совершенно любое обличие и даже стать невидимым. Но всё равно предпочитает тот внешний вид, что сидит побольше ужаса в сердце окружающих. Читбуль. Читбуль – кодекс компании, её сердце и душа. За свою долгую историю кодекс успел сменить немало названий. Книга дверей, книга пустоты, книга последнего пути. Книга эта не отличается серьёзностью. На титулом листе нередко красуется что-нибудь такое. 100 самых дурацких смертей. Или, скажем, читатель, ты скоро умрёшь? Я серьёзно. Так, и бегемолот. На этот молоточек, который нам дали. У всех бывают неудачные дни, а больше всего на свете смерть ненавидит, когда из него делают дурака. Скажем, Эдбурд Бегем, один из лучших менеджеров отдела логистики, имел невыносимую привычку превышать должностные полномочия. Если кто-то из коллег раздражал Эдбурда громкой болтовнёй, вместо простой просьбы говорить потише, его ждал хороший такой удар головой в лицо. Бегем, видите ли, больше полагался на язык тела. Ну, в какой-то степени он прав. Так, места. Часть обязанностей призрака. История кампании началась в крипте заброшенного собора, где-то на просторах Европы. Ну, надоело всё-таки ему работать одному. А вот и Гарриетта. Гарриетта – бизнес-коуч. Гарриетта состоит со смертью в дальнем родстве, что-то вроде восьмой воды на киселе. Поэтому могла бы развиваться в той же сфере. Но вместо этого решила попытать счастье на экстремальной олимпиаде 2098 года, где и погибло в соревновании по метанию дротика с дельтапланом. Энергичный человек. Покойник. В данном случае. Так. Движение. Для движения используется A. прыжок. Space. Так, ну, это мы всё уже прошли. Так, давай продолжим. О-о-о-о-о-о-о! Стой-стой-стой-стой-стой-стой. Что же за своей же книжкой гонялся? Ну и чё тебе надо? Ладно, ладно. Да, вот он. Он сам забирается по стене. Мочим офисников. На. Ну, в принципе, довольно прикольная игрулька. С приятной графикой. Опа-опа-опа-опа. Чё это такое? Засаду. Ловушка. С прикольной боевкой. В смысле? Вы выгорели дотла. Ну, тут вся офисная тематика. То есть, как бы, выгорел на работе. Ладно. За хп надо смотреть. Плюхи прилетают очень-очень часто. И надо следить за этим. Иначе вы выгорите на работе. Так, стоп. И чё? Кабинет директора. О, кабинет директора. Последняя дверь. Так сотрудники зала смерть называют между собой кабинет директора. Несмотря на бесчисленные требования, которым должны соответствовать души клиентов, чтобы рассчитывать на приятную смерть, итоговое решение по каждому случаю принимает личная смерть. Он одобряет заявление на вечные муки, заверяет решение заколдованной печатью и громко произносит некую короткую торжественную фразу. Аля. Гори в аду, скотина! Знает которую только он и он один. Правда. В последнее время это действие превратилось в откровенную рутину. Ну, собственно, что нам показывали. Так, это чё такое? Это какая-то... Аааа, это мы короче берем княженцу, да? Нет? Во-во-во-во-во-во, чё ты, чувак? Стой. А, ё-моё, это просто фоновая. Так, и чё мы можем здесь сделать, где идите директора? Может, тут конец. Скрытые штучки есть. Он в ящике-то неспроста там у нас. Нет, короче, здесь ничего нельзя сделать. Это просто тыква. Босс, ой, босс, как я рада вас видеть. Вижу и Читбуль с вами, какой же он милашка. А вы знаете, что Читбуль записывает за вас всё важное? Просто нажмите Escape и готово. Он такой лапочкой, но если честно, меня он немного пугает. Этого на про дневник про этот Escape. Важностная инструкция. Ну, это, видимо, вот эта вот книжка. Мастерская. О, мы можем что-то улучшать. Да нет? Нет? Ну ладно, разберемся по ходу. Вот, проклятие. Что мы можем сделать с этими проклятиями? Пока ничего. Ладно, продолжить. Ой, Господи, он бегает постоянно. Вот это вот что-то такое. Это какие-то умения или это просто... А, ну вон, типа, туда души слетаются все. Это какой-то, видимо, котел. Где собираются все души. Накапливаются. Так, вот. Это какой-то нервный чувак, который, походу, кофе херачит. О, тебя же говорят. Босс, 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 доброе утро или вечер. А, неважно. Скорби совсем отбились от рук. Целеные показатели выросли до небес. Сейчас обойдемся без подробностей. У вас лишней пары слиточков не найдется. Так, давайте уже шевелиться. Я же не вечный. А, да. Как ваши дела? Как они тут вообще? Такой замороченный чувак. Замученный кофеином. Так. И... Тут происходит нехорошее. Ммм, такое совсем не ожидал. Ау-у-у, здрасьте. Что такое? Ну, все, походу, все сломалось, все зависло. Все сломалось, все зависло. Ждем. Замученный кофеином. Субтитры создавал DimaTorzok